здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет небольшой разбор это видео мне попалось совершенно случайно в инстаграм я к сожалению не смогла найти более качественного видео как вы видите там по фону вернее там закрывают какие-то буквы но нам с вами не помешает разобрать это самое видео по делу бешимбаева а значит это та самая дама с которой он поздоровался в фойе концертного зала и после этого по его словам салтанат стала вести себя неадекватно и прочее прочее ну то есть все его вранье мы с вами разобрали в общем-то суд ему даст адекватную оценку я уверена но что касается вот этой самой дамы она дала комментарий но я хочу вам сейчас это видео показать и показать 9 сигналов которые должны вас насторожить и 9 вообще поводов ей не верить и давайте сейчас вместе разберем почему я так настроена почему я хочу вам это показать это действительно наверняка вы встречали в своей жизни такие манипуляции такие приемы и поэтому я решила что нам с вами это надо обязательно разобрать и так я включаю этот фрагмент и давайте по ходу будем делать выводы надеюсь вам не мешает то что звук не очень хороший я писала это видео с экрана самое важное постарайтесь прислушаться с которым он поздоровался в холле концертного зала в казахстане хотела по этому поводу дать свои комментарии и разъяснения на 8 ноября 2023 года я с подругой была на концерте день и дела в холле концертного зала я встретила немало своих знакомых с которыми я поздоровалась очень принятой форме не придавая этому особого значения среди которых был и подсудимый шумаев с подсудимым шумаевом меня нет никаких личных отношений общения не могло быть и вот здесь первая манипуляция ну то есть она говорит у меня нет с ним никаких личных отношений а и это действительно на данный момент я допускаю что правда значит смотрите как действует лжец когда у него есть хоть какая-то правда которую он может озвучить он ее обязательно озвучит но в контексте но факта лжи он будет всячески избегать почему мы избегаем факта лжи потому что наше тело изо всех сил сопротивляется потому что для тела ложь это стресс а мы не любим испытывать стресс поэтому хоть малейшая правда мы обязательно ее озвучим то есть сейчас она сказала что у меня нет с ним никаких отношений но это не значит что этих отношений не было но это она не упоминает и всячески от этого факта старается уводить то есть сейчас она говорит что сейчас у меня нет с ним никаких отношений и да действительно какие могут быть отношения он под следствием уже сколько времени да и даже если у нее когда-то были с ним отношения сейчас она произносит и произносит правду да правду но обратите внимание что ну да на данный момент у нее нет но она не объясняет почему она с ним поздно поздоровалась то есть если человек невиновен то у него акцент внимания будет направлен на то чтобы раскрыть максимально факт того что он невиновен то есть он будет сам докапываться в самую глубину и упоминать какие-то факты более подробные для того чтобы мы с вами могли проверить да то есть будет всячески уводить в тот факт как они поздно на каких вообще вот она она упоминает там дальше что они у них там какие-то рабочие отношения но она опять не говорит какие именно отношения но если человек невиновен он будет рассказывать подробно какие именно отношения их связывают и вот в этом будет как бы возможность ему реабилитироваться понимаете человеку который невиновен для него возможность реабилитироваться именно в факте вот он докопается на самой сути он объяснит например действительно если предположить что у них только рабочие какие-то отношения то здесь с ее стороны должно последовать объяснение откуда они знакомы почему они так поздоровались но она уводит разговор в другую сторону она ну дальше она сейчас нам скажет что она поздоровалась так со многими другими людьми и прочее прочее но она не раскрыла перед нами на каком основании она поздоровалась с ним то есть она говорит она до сказала правду что у меня нет с ним сейчас никаких отношений и это правда но дальше она уже пошла в сторону манипуляции то есть не раскрытие факта говорит о том что там есть то что будет компрометировать ее и вот этого лучше избежать вообще среди лжи до лжец всегда выбирает умолчание нежели проговорить какой-то факт лжи поэтому вот там где ну скрыто вообще причина того что она с ним поздоровалась да там действительно либо надо врать либо этот факт надо умалчивать либо если она скажет правду то мы с вами ну поймем что у них действительно что-то было поэтому вот таким образом она сейчас пытается нас увести с минного поля где она ну где и для нее опасно идем дальше смотрим сейчас ввиду того что дело резонансная громкой пытается освернить честь и достоинство всех людей которые так и иначе соприкоснулись этот день или ранее включая свою струк видите как красиво она присоединяется пострадавшим вместо того чтобы нам объяснить почему она с ним поздоровалась да она присоединяется и тем самым я делаю вывод что вместо объяснения она начинает проводить первую манипуляцию то есть я пострадавшая такая же как и вы кроме того когда она упоминает супругу она не называет ее не по имени как-то не выражает к ней какого-то способа солидарности то есть для нее это конкурент для нее это не близкий человек ну ладно конкурент не буду так прям называть но для нее салтанат не является никак близким соратником да или там действительно пострадавший вот она не является с ней не не находится с ней на одной стороне но она к ней присоединяется для того чтобы вызвать в нас с вами какие-то как какую-то эмпатию да значит она дистанцируется от салтанат что говорит о том что нет там никаких близких отношений я считаю что все домашние комментарии которые сейчас здесь тоже интересная уловка следующая уловка которую она использует я считаю еще есть такие слова как есть основания полагать и прочее прочее вот такие вот юридически обтекаемые фразы которые очень хорошо и уместно использовать в таких случаях когда ну вот я считаю да и вот она дальше высказывает что она считает она не углубляется почему она так считает она просто я считаю да здесь оценочное осуждение но она воспринимается уже как факт то есть человек даже произнеся вот это я считаю но дальше произносит какую-то фразу и эта фраза уже не ставится под сомнение потому что перед этим была фраза я считаю а лучше когда вот ну это так для манипуляторов есть основания полагать и никто не будет докапываться какие именно основания да и почему ты так считаешь а просто вот она сказала я считаю и соответственно мы все с вами подумали что может быть действительно у нее есть повод так считать то есть распространяются в сети являются беспочвенными но в общем то это это только ее оценочное осуждение поэтому имейте в виду когда вам говорят вот эту фразу да я считаю но это просто оценочное осуждение и здесь никаких юридических или каких-то фактов нам не предъявляется просто человек выразил свое оценочное осуждение поэтому не воспринимайте такие слова ну близко к сердцу или как как правду всегда вот если в вашем случае да вот вы имеете дело с человеком который вам объясняет что-то и говорит я считаю да или есть основания полагать не верьте этим словам что называется на слово требуйте доказательств всегда требуйте доказательств прошу общественность поддержать и поддаваться манипуляции которые сейчас искусственно создаются чтобы хоть как-то слабить меру пресечения наказания здесь конечно же начинает кашлять здесь она много ну вот волнения пошло кашель это что такое когда человек начинает нервничать у него не хватает влаги а у него пересыхает вот вот эта вся часть да и соответственно человеку сложнее говорить и поэтому идет кашель она не знает как дать оценку дан дать очень жесткую оценку тому что произошло она ведь все равно прекрасно понимает что она тоже в какой-то степени послужила вот причиной да но об этом она сейчас предпочитает умалчивать да и предпочитает уводить в сторону так поэтому слишком резкой какой-то оценки действием бешимбаева она боится давать в то же время ей надо дать какую-то оценку и поэтому пошло вот это волнение да поэтому здесь вот мера пресечения ну вот она чего-то боится до боится либо назвать вещи своими именами да одну соответственно если докопаются да да истины докопаются до того что их связывает то ее вина тоже ляжет хоть немного но он тоже ляжет на нее и поэтому она так волнуется либо она так боится его ну а его она боится действительно в случае если ну вот их что-то связывает да и вот в тот вечер это он к ней рвался я я не знаю но но тут вот действительно идет волнение с ее стороны поэтому она боится давать резкую оценку в то время как любой из зрителей да вот кто смотрит за этим делом наблюдает и мы смело можем говорить свое мнение мы можем высказывать его да и у нас не вызывает это не кашля ни каких-то волнений потому что действительно это ну как мы считаем то вот вот это неправильно то что произошло с салтанат да это это выходит из ряда вон и мы как общественность да мы все поднялись и мы смело выражаем мы не стесняемся в выражениях и тут в общем то много разных мнений да и мы их высказывать не боимся в то время как люди причастные к этому и ну вот хоть какая-то часть вины если на них действительно есть то они действительно боятся выражать это прямо потому что ну эта часть вины тоже ложится и на них соответственно вот такое волнение дальше моей семье и детям на из которых не совершеннолетний совсем приятно читать все эти комментарии сети должен и и знаете вот здесь уже пошел пошла в ход манипуляция причем манипуляции они вообще-то строятся на трех направлениях значит страх жадность и жалость да и вот здесь вот я выбрана на жалость давление на жалость то есть вместо того чтобы объяснить что их связывать я так и не услышала что конкретно их связывает почему она с поздоровалась почему она не поздоровалась не поздоровалась с дамой которая с ним была ведь это же на ну на самом деле вот я тоже женщина и любая женщина которая сейчас это смотрит наверняка подтвердит мне что если вы даже как-то знакомы с каким-то мужчиной но мужчина находится ну вот с женщиной да то в первую очередь внимание нужно уделить этой женщине до поздороваться с ним может быть как-то вскользь попросить познакомиться или еще что то то есть внимание нужно уделить именно женщине чтобы не возникло никаких вопросов да и вот если бы она повела себя правильно с этой точки зрения то конечно же никакого конфликта бы и не возникло хотя в принципе это еще под вопросом насколько этот конфликт был на самом деле потому что он это просто его линия защиты может быть там ничего подобного и не было ну и он сейчас раздувает из этого конфликта как будто салтанат была истеричка и все прочее прочее но тем не менее со стороны женщины чужой женщины которая подходит к паре правильным поведением было бы поздороваться или дать внимание той женщины которая рядом с этим мужчиной поэтому ну как бы здесь получается что вместо того чтобы объяснить нам с вами что это было как это мы должны понять да и если бы там действительно ничего страшного не было в их взаимоотношениях то здесь любой человек бы это все подробно перед нами раскрыл и мы бы с вами успокоились да ну так как она вместо этого объяснения дает нам манипуляцию и давление на жалость вот это уже красный такой прям очень красный звоночек по поводу того что нам с вами сейчас врут идем дальше внимание которые тоже затронули мне в том числе не очень приятно поэтому я призываю общественность не поддаваться не форсить данные убеждения людей которые могли до вторых гнева агрессии ввиду того что сейчас это событие резонансное громкое убийство я уверена что несмотря ни на что суд примет правильное решение и сейчас видите вот когда восторжеству восторжествует правда и опять кашель пошел но там что-то вот явно она скрывает вот даже вот без всех этих объяснений которые я только что говорила вот здесь у нее что-то спрятано и она это боится озвучивать вот понимаете вот вот в этом факте что-то тут надо копать ну дальше она еще упоминает своего бывшего который сейчас в больнице причем знаете упоминает без привязки к себе то есть ну как бы используют для давления на жалость но он для нее никто но он он для нее не имеет такой вот эмоциональной связи с ней а которую которую можно учитывать просто он для нее как факт к которым опять таки можно на нас с вами надавить на жалость наша семья не простой период виду того что здесь мои дочери находится в больнице 20 дней из которых он требовал принимать и без фокуса все ресурсы я хочу на здравление на помощь видите какая пауза а прежде чем назвать этого мужчину да как-то и называет его отцом своих детей не своим бывшим мужем или как-то еще не называет его вот к себе относительно никак не называет то есть он для нее по сути никто просто сейчас она в силу каких-то определенных причин за ним возможно ухаживает но сейчас нам с вами она преподносит это как будто ее близкий человек просто пострадал чуть ли не от того что вообще в принципе оказался замешан в этом деле что ли ну то есть вот к чему она сейчас это произносит вообще непонятно ну то есть совсем приятно слушать видеть все эти комментарии давайте не будем устраивать помогать и шумаеву чтобы я была еще одной жертвой его все благодарю за ты ну здесь конечно же вместо того чтобы объяснить нам в конце концов что их связывает да она опять вот это обобщение обобщение это манипуляция вот кстати у меня под видео я ссылочку помещу на эти речевые манипуляции как это делается это очень легко то есть сейчас вот перед нами произошла манипуляция под названием обобщение когда у нас есть что скрывать да мы просто обобщаем вот это все и какие-то риторические вещи сообщаем да ну давайте не будем делать из меня тоже жертву ну никто и в общем то и не делает и вас жертву все адекватно я думаю оценивают ситуацию и здесь в данном случае перед нами человек который имеет действительно имеет отношение к этому делу и который всячески хочет просто уйти из этого дела но извините из песни слов не выбросишь и что было то было и лучше было бы здесь сейчас в этом объяснении нам дать все таки ну вот какую-то реальную картину вместо манипуляции вот я ничего реального не услышала услышала много много манипуляций но вот по факту ничего не было произнесено и последняя манипуляция сейчас внимание очень ценю слова поддержки людей которые сейчас пишут очень приятно действительно необходимо на данном этапе всем спасибо ну то есть в конце она создает иллюзию того что кто-то ее поддерживает и кто-то ей там пишет слова поддержки возможно это и так но это не имеет такого прям колоссального значения но это нужно произнести манипулятору для того чтобы создать иллюзию а меня ведь все многие поддерживают а почему вы еще не поддерживаете да и тут вот срабатывает стадный инстинкт и мы думаем боже мой а почему это я правда не поддерживаю может быть я недостаточно добрая я наверное слишком злая и поэтому я не поддерживаю и вот это заставляет многих ну кого-то может быть это заставило подумать но бедная девочка что что на нее все ополчились но на самом деле не такая уж она и бедная перед нами ну как я уже сказала прозвучало целых девять манипуляций и ни одного объяснения но что это такое это не серьезно должна я сказать и поэтому если действительно человек хочет выйти из этого дела дата имеет смысл действительно сказать всю правду и ну и и дальше понести уже соответствующее наказание да на то что вот манипуляции как бы это работает конечно на на кого-то это работает но если мы разбираемся в манипуляциях то конечно же на нас это не должно работать поэтому призываю вас всех изучайте все эти манипуляции изучайте вот этих всех манипуляторов потому что это вот вот такие манипуляции они очень часто происходят в нашей обычной жизни и мы вот вот после такого да вроде бы она что-то сказала и вроде как вот после этого можно сказать блин ну правда чё все набросились чё действительно она же бедненькая у нее там несовершеннолетний ребенок ну там один из детей у несовершеннолетний у нее там мама страдает у нее там бывший муж страдает да а а мы вот такие злые все набросились налетели на бедную девочку но на самом деле не такая уж она и бедная давайте адекватно ко всему относиться поэтому призываю вас к адекватному отношению да и я надеюсь все таки что бешимбаева осудят максимально и это дело она уже стала резонанс и я надеюсь что это приведет к тому что домашнее насилие ну перестанет идет по максимуму из жизни людей в казахстане и я надеюсь что в дальнейшем уйдет из жизни в россии потому что я с этим тоже столкнулась я это прекрасно понимаю как это жить под этим гнетом и кстати я как-нибудь проведу эфир про то как вот по астрологии там вот прям четко было видно то что у них происходило дау бешимбаева салтанат и в других случаях как это происходило то есть это все конечно же можно предсказывать но в любом случае понимаете когда ты находишься вот в это под этим гнетом и являешься жертвой насилия это это страшно из этого очень сложно выбраться поверьте мне поэтому ну хотя здесь конечно же я предлагаю вам написать в комментариях ваше мнение возможно что я здесь не совсем права но вот я я прошла это поэтому вот со своей колокольни могу это сказать но со стороны спица как специалиста я тоже у меня есть что сказать сейчас исходя уже из моего и опыта и знаний и так далее но это будет следующих эфирах поэтому не забывайте поставить лайк этому видео не забывайте подписаться на мой канал если вы впервые сюда зашли мы с вами здесь докапываемся до правды я надеюсь что вам это нравится тем кто со мной давно уже кто еще только увидел меня пожалуйста приходите я надеюсь что мы с вами подружимся да в общем на этом я буду заканчивать свой небольшой эфир ухты 25 минут уже до люблю вас всех очень сильно пишите в комментариях свое мнение по поводу того что я здесь озвучила я всегда читаю ваши комментарии не всегда удается отвечать но всегда читаю и стараюсь вот в соответствии с вашими комментариями делать какие-то выводы надеюсь что я становлюсь лучше но это уже вам судить да люблю вас всех очень сильно желаю вам не сталкиваться с тем с чем столкнулась салтанат давайте все будем за нее да к сожалению я сейчас не вернуть но в наших силах сделать мир лучше на ее примере да поэтому вот так вот все пока пока до новых встреч увидимся